привет сегодня будет такое долгенькое видео потому что у меня целых три аромата которых я вам должна рассказать в рамках одного видео я думаю что вы узнали тех кто будет у нас в главных ролях это полончики но сначала я вам расскажу что у меня на глазах на губах творится в качестве туши оторванной ручкой которую я сама оторвала вот такая тушь от очень хорошая если у кого есть это тушь и вас также раздражает эта ручка как и меня оторвите и нафиг оторвите в качестве базы под макияж я не знаю видно не видно я кстати еще не с ней не совсем еще осветлела еще наверно где-то полтона кожи должно сойти чтобы был мой собственный оттенок вот такая вот штука от la roche-posay и факт ларду унифицирующая крем-крем-сверотка такой очень-очень легкий тональный тональная основа и самый светлый оттенок не знаю такого вот формата мне хватит вполне надолго опять начала использовать вот этот вот оттенок я его очень люблю на осень это вот такой карандаш от essence и номер называет называется номер 14 и называется think hockey и на глазах не знаю что там видно что не видно вот такие вот кремовые тени от буржуа так наверно вам будет лучше видно не знаю какой оттенок может где-то и написано и вот такие вот тени которых я делала отдельное видео тоже от буржуа и отец называется 07 вот такое ну и пудра конечно же куда без пудра я очень люблю пудра и на на бровях хочу уже закончить этот карандашик master shape от maybelline удачнейший карандашик удачнейший и кстати решила все таки использовать вот эти вот штуки если вы знаете что-нибудь о них это база а ты сын лоран ну вот такая вот и не дуральянс номер 01 от барбери тоже такая база если вы чего-нибудь о них знаете напишите мне пожалуйста мне будет интересно стоит ли вообще их начинать потому что база у меня есть именно как базы базы на филиконовой основе у меня сисли и и сын лоран имеют интересно как она будет вот это вот она и губы помада у меня вот такой пробник у меня был от кларинс жулируже и использовала я вот этот вот оттенок который вот открыт и называется он софт берри 105 его я получила в качестве одного из по их из подарочков от customer service ну в общем от техподдержки кларинс италия когда разрешивались ситую ситую вину кстати если вам интересно о чем речь о том как повел себя как повела себя техподдержка италии и россии кстати я вообще не знаю каким образом меня отправили письменно в техподдержку россии наверное просто сортировкой по имени и я если вам интересно как то себя повел напишите я вам расскажу интересная история и конечно техподдержка россии не зачет не зачет в общем так сначала расскажу вам о плазончиках о том какая у меня с ними история вот такой вот у меня midnight poison здесь уже половинка это 50 миллилитров еще мне есть 30 . это же половинка и я никак не могу себя заставить пользоваться только одним и потом когда он кончился пользоваться вторым как-то у меня это идет параллельно и кстати подделка полностью исключена но вот если сейчас я попробую смотрите вот так и что на одном что на втором вот такая вот фигня я не знаю меня это ужасно выводит из себя потому что это все-таки dior и они должны были как-то или может быть на клей лучше посадить или поджать это лучше потому что один раз я открывала и чуть это все они не распускалась у меня на пол начну с полуночного насколько я знаю его уже вы вывели с продажи довольно давно вот такая вот очень-очень красивый флакон у меня это Eau de Parfum мандарин, бергамот, роза, пачули, амбра и ваниль это пачуливый аромат это вот когда вы его наносите то это вот такие пачули которые ну вот по которым люди понимают что им нравится пачули просто потому что есть другие пачули если меня этот человек смотрит я ей передаю огромный привет дело в том что мы меняемся по переписке с одной дамой от левантами парфюмов и она очень любит пачули и я послала ей несколько от левантиков пачули которые у меня были от манталь мансера и еще от какой-то нише и я совсем не помнила что это было у меня просто они были без без названия хотя как вы знаете на пробниках мансера и манталь нет названий то есть там просто написано что это за марка и все а потом сами думайте что это такое ну в общем и и были у меня такие пачули штучки я ей послала потому что она любительница я извиняюсь на самом деле потому что она чуть не задохнулась это жесть нормальные пачули которые действительно в нишевой парфюмерии иногда там например пачули вы аромат это просто жесть люди это это вам не поезон это не поезон абсолютно по зоне пачули они такие корректные пачули то есть все равно их слышно что они здесь есть но они так типа г привет я пачулька а те которые я послала она мне даже мы мы пытались я пыталась помнить какие это были ароматы мы потом пытались сравнивать ноты по фрагрантики и кое-что мы поняли что это такое кое-что так и остается инкогнито в общем вот те ароматы которые послала и я это такой вот это вот привет я пачулька а то такой стук в дверь потом ногой открывается дверь и говорятся я пачули я тут буду жить я тут буду жить вот примерно вот так потому что там иногда доходит до вони ну по крайней мере на мой нос здесь все очень даже хорошо аромат отличный шлейфовый пачули роза амбра здесь чувствуется просто шикарно я здесь не чувствую ни мандарина ни бергамота ну что то есть какая-то кислинка в начале но все очень так знаете так вот очень мимолетно амбра ваниль пачули все так классно замешано отличнейший аромат он очень стойкий он очень шлейфовый однозначно на вас люди будут обращать внимание будут спрашивать что это на вас такое очень очень ладно скроенная штука если вы любитель пачули если вы думаете что вам нравится пачули я думаю что дальше этого аромата идти вам не следует потому что дальше просто там уже жестяк но мне этот аромат очень нравится жаль что его сняли потому что он действительно очень очень красивый если бы они еще вот этот вот косяк с этой открывашкой устранили цены бы ему вообще не было я кстати еще подумаю я может быть подожму сама вот такими щипцами и может быть все будет хорошо в общем однозначно отличный очень красивый аромат отличный вторая штучка он я его видела на сайте у dior но он на сайте у dior с крышкой вот такого цвета а у меня вот такая крышка я полностью отрицаю подделку потому что у нас в магазинах подделок просто нет и это это 50 миллилитров это парфум и не отрицаю тем не менее то что этот аромат был куплен давно и может быть они просто уже переделали упаковку так аромат очень интересный я вам сейчас покажу расскажу прочитаю что там ситилийский мандарин апельсин бергамот джасмин апельсиновый цвет гордыния сандал белый кедр белый амбра то есть как вы видите даже уже из из пирамиды все очень даже так знаете посвежее по цветочнее по по полегче то есть если у вас например только два этих аромата этот бы я рекомендовал на день этот на вечер однозначно в плане шлейфовости это тоже очень шлейфовый очень стойкий очень интересный аромат однозначно тоже у вас будет спрашивать что это на вас аромат классный он вот именно такой ароматный он мне кажется он немного в одной струе снова от кафарель вот как то вот там они где-то вдвоем так плавают не совсем там один в один но где-то рядом очень очень интересный очень хороший цитрусы здесь чувствуется очень явно поэтому если вы любите цитрусов то они будут с вами до до конца наверное апельсиновый цвет то есть здесь очень очень богатая такая цвет цитрусовая цитрусовое начало мне кажется что это не может не нравится так уж особо ну и то что здесь еще амбра и что здесь еще сандал ну мне кажется что это гарантия того что аромат будет стойкий на вас хотя на мне аромат очень стойкий однозначно интересная вещь и я к сожалению не ой не сравнивала с тем ароматом который сейчас в магазинах но ну мне кажется зачем им менять то что то что работает то что нравится мне кажется аромат такой и есть если нет если у вас есть уже новая серия с вот такого цвета крышкой то расскажите мне о нем как он тебя ведет и вот еще одна вещь у меня как вы видите из флаконов да вот такой и вот такой этот был перед вот этими круглыми флаконами это у меня тендра поезда то есть нежный яд сейчас я вам расскажу что в нем асофетида мандарин бергамот розовое дерево мед тубероза апельсиновый цвет белая фрезия роза сандал мускус ваниль гелиотроп мне было интересно что же такое это асофетида по-моему в английской версии это написано как асофетида в общем это специя люди специя вот этот аромат для меня это вот если взять весну и запихнуть ее в бутылку вот это будет весна это это когда например апрель я вообще люблю апрель потому что у меня день рождения в апреле поэтому вот когда апрель когда все так цветет ну у нас кстати в апреле еще может снег лежать ну в принципе но когда все цветет когда все так пахнет все так шикарно все красиво все все наполнено весенними запахами вот это оно то есть здесь тоже довольно явная цитрусовая нота довольно она очень явная здесь есть роза кстати роза но это роза меня абсолютно не беспокоит потому что она какая-то такая вы знаете она такая весенняя такая очень типа я роза я тебя трогать не буду сандал мускус ваниль все так очень классно все это так замешано прямо ну весна весна люди вот вот реально взяли весну ее ее запихали сюда и вот весна сандал здесь кстати очень явный как и мускус но это ни в коем случае не не говорит о какой-то там жесткости этого аромата он очень-очень хороший он действительно классный есть в нем некий ретро такой не скажу что он совсем уж там ретро ретро ну что-то в нем есть в ретро но мне кажется это это из-за того что вот здесь роза и она как-то чуть-чуть его сегодня я не умею говорить бывает бывает и все бывает в общем это именно и дает такую ретро нотку но тем не менее мне этот аромат очень нравится и чем хороший этот аромат тем что наверное он пойдет на все на все времена на все возраста ну наверное все таки да наверное все таки от 25 лет и выше я не очень хорошо его представляю на на молодой особи эти все три аромата мне очень нравится очень-очень они отличные у меня не было гипнотику позон позон говорю же не умею сегодня говорить и в общем надо пойти потестить составить свое мнение кстати у меня было несколько пробников поздно то есть это вот этот новый аромат который вышел только то ну не только только но не так давно которые очень многие там ругали говорили что это такое это просто какое-то посмешище над всей линией по озону я так не считаю я считаю что этот аромат очень красивый очень интересный ну да он сладкий да он такой как сказать не знаю попсовенький рассчитан может быть на более молодую аудиторию ну это нормально потому что любая марка стремится соответствовать нуждам и ожиданиям всех категорий своих покупателей по возрасту они должны создать нечто легкое нечто интересное которое бы нравилось и молодому поколению тоже поэтому я ничего не вижу плохого в том аромате он красивый красивый хороший и и бутылка кстати вот такая же тоже вот такая круглая но она по моему она прозрачная это самый мой любимый самый мой любимый это вот этот к сожалению его сняли очень давно эту версию ее кстати тут туалетная вода по моему у меня нет да туалетная вода и она очень 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 стойкая сняли его давно сначала сняли это потом его переделали в такой вот кругленький и кругленький потом тоже сняли сейчас его можно найти только на ebay я не проверяла цену но я знаю что они там есть вот он у меня в самые любимые потом идет вот этот вот и потом идет вот этот вот но мне они все очень нравятся все три и если у меня будет возможность то куплю еще какой-нибудь интересный аромат к ним в друзья я надеюсь вам это видео было полезно и кстати спасибо тем людям кто добавляется ко мне в подписчики мне очень очень приятно на этом все пока пока